Привет, зритель! Помню, был запрос поесть на камеру вот эту пюреху в деревне. Особого запроса на какую-то тему поболтать у меня нет, поэтому, наверное, просто поем. Сейчас я вот зафигачу сюда пюреху. Правда, без камеры пойду кое-что сделаю, пока она настаивается, а потом уже с камерой на штаты, управляя вон с того планшета, поем с тобой эту пюреху. Что? Это у меня, наверное, будет поздний завтрак. Короче, как-то так, стол круглый, вот здесь можно что-то делать. Собачить, типа, картинка в картинке шелик. Как у тебя положить-то? Чтобы оно, это самое, и ни туда, ни сюда. Хотела выставить, пока было солнышко, рамки на сушку, либо медогонку на просушку. Но пока я тут то-се смотрю, с одной стороны, я подозревала, что так и будет. С одной стороны, было как-то немножко грустно, печально. В общем, сегодня 31 июля. Я с тобой вроде зрителя уже здоровалась, но на всякий случай, если что, привет, зритель! Короче, там дождичек маленький прошел, но не такой, что вот, ну, прям вот, чтобы что-то еще. Ветер не очень сильный, дождичек такой средненький, но гамак не повесит, потому что все равно намокнет. Рамки на сушку не выставить, потому что дождик, ну и, соответственно, солнышка нет, на просушку тоже ничего не выставить. Я отсюда добавила немножко вот этого молока. Привезла его из города, оно было 60 рублей без копейки в магните. До этого оно мне все время попадалось раза три, наверное, по какой-то другой цене в нашем магните. Видите, это тот самый магнит, где какую цену хочу, такую и ворочу. Мерчендайзеры, если правильно произнесла. Меня так прикалывает, наша страна, все типа вроде должно быть русское, бла-бла-бла. Чем дальше влез, тем больше других слов. Не русских. Исканно, допустим. Латинизация, короче говоря. Мерчендайзеры в магазине явно не следят за тем, за чем они должны быть маленькими горками. Может, не совсем видно, сюда надо поставить. Тогда будет видно. Короче, тут соль, молоко, вода и та самая картоха. Там что-то пакетик, видимо, немножко где-то порвался. Поэтому я его в пакетик обратно засунула. Потому что в пакетике было немножко вот этого картофельного порошка. Артикул, наверное, оставлю в комментах, либо в инфобоксе, когда уже это на канал выйдет. Он выйдет на канал тогда, когда я буду либо в прилуках, либо в ульчах. Тут волосина какая-то. Вот это взялось на тарелке. Короче, тут были помидорки маленькие-то с нашего сада. И огурцы, в принципе, с нашего сада, но вот эти вот малосольные. Малосолила сама. Листья крена, укроп, стрелка чеснока и что-то еще. А, листья смородины. Из расчета столовая ложка соли с горкой, с небольшой, на литровую банку воды. Ну, воды там, конечно, поменьше. Мне вообще тетя сказала, что столовую ложку соли, но у меня как-то не очень солено было. Я добавила еще полстоловой ложки. Ну, типа того. И теперь они вот, ну, похожи хоть на соленые огурцы. Ну, на малосольные, но хотя бы соленые. Помню, хомячила хавчик какой-то. Хлебушком подбирала то, что на вилку не попадает. А, так не делают, бла-бла-бла. На камеру перестала так делать. Пришла еще какая-то мадама. Ложкой по тарелке скребешь, так громко, бла-бла-бла. Так не делают, надо хлебушком, я думаю, блин. Одинный донат, и я вам сделаю, как вы хотите. А то на вас на всех не угодишь. А если ты так не сделаешь, то я от тебя отпишусь. Ну и ладно, думаю, подписывайся. Домаши славы играл, чтоб на улице 21. Ну-ка, чуть дрожит. Что хочу сказать, я в четверг купила на прошлой неделе хлеб в магните. Не помню, что за хлеб. А тут соски шорик. Так вот, он до сих пор еще живой. Не зачерствел. Ничего с ним не стало. Иного. Как раньше в детстве был хлеб, покупали, и неделю он нормальный хлеб. А то потом стал какой-то такой хлеб. На третий день уже не хлеб. Уже отдает богам душу. Чем-нибудь покрылся и так далее. Сок тисчет из огурца. На чай у меня тут пыр. Вчерашний в заварке. Я посмотрела, он нормальный еще. Плэр у меня из пряник. Еще и шоколадка. А, за ней тянуться далеко. Мокрый больно. Пришла к выводу, что в деревне у нас халат. Потому что этот... Вот прям в некоторых местах прям дырки. Хотя он вроде и не такой древний халат. Ну как, обычно я сюда халаты свожу из города, которая уже как бы... Ну, до деревни сойдет, до города может не очень. А теперь вот буду похвать пиццу, где халат до деревни. Потому что в городе у меня только банный халат. А халат, который подписчица подарила, он дарил. Такой типа кимоно. И все, халаты закончились. Прошла таера, когда у меня было 10 халатов, потому что все кому не лень дарили халатой. Иногда практически один в один там разница в какой-нибудь цветочек. Этот цветочек тут есть, а этого цветочка там нет. И потом эти халаты почти каждый приезжали в деревню. Я боялась, что мне будет мало огурца и 4 помидоров. Вот, наверное, какой раздражающий дух для тех, кто не скребит ложкой, дробь вилкой по тарелке. Я просто не очень понимаю, люди, которые вот, ну, им вот это не так, вот это не так. Вы когда едите, у вас вот так остается. Вы оставляете это и в помойку, да? Просто поделитесь потом со мной в комментариях. Я ради вас так вот сниму видео о том, что останется там кошке. Ну, или, может, вы едите из каких-то бумажных тарелок. Хотя там тоже, наверное, какой-то неприятный звук может быть. Не могу я вилку это подскребать. Мне что-то тут... Ну, оно, конечно, мягкое, нежное вышло, но, может быть, жидковато слегка. Фиг знает. А может, такое должно быть. Я на глаз делала. Ну, тут две с половиной стиловых ложки порошка картошки. И вода. Вот, вода уже была на глаз. С молоком. Сначала вода, потом молоко. Я хотела счастливое масло добавить, а потом, смотрю, оно вроде как-то уже и без масла нормально. У меня вообще записать мимбанк вышло спонтанно. Он мне периодически напоминает мои напоминалки. Поесть картошки и пюрешки растворимые на камеру в деревне. Я вроде как перенесла опять на завтра, а потом думаю, что, может, поесть? А творожок поем, потом. Тайкес. Это надо будет потом куда-то убрать. Сейчас чайничку зальем. У меня тут два чайника в одном фуэр, в другом... Китайский зеленый чай. То, что называют сэнтя, якобы китайское. А еще это называют китайцы паучьи лапки. Ну, короче, колодец дракона очень паршивый в качестве. Пересушенный. Может быть, это действительно паучьи лапки, только они это как бы тоже качество такого. Так себе. Плюс его продавали немножко через полгода просрочка. В общем, он просрочен на полтора года. Тут лежал, зимовал. С ним ничего не стало. Ну, как бы чай может... У меня у подружки как-то стоял, на запас покупала чай Лёсти. Тогда он что-то редко возил. Сейчас можно даже на зону Вайберс его найти. Нам я на день рождения дарила Лёсти черный, средний листовой, как я люблю средний листовой черный. И крупный листовой. Видать, что было в запасах. Так вот, у неё был как-то этот зелёный чай, куплен Лёсти. Ему было 10 лет. Я пришла к ней, она такая-то, ну, типа, смотри, чай. Я его пила. Говорит, давай заварим. Нормальный чай? Ничего с ним не стало. Ну, вот только слегка пересушился. Перестоял. Ох, хороший чай. Вот на такую плюс, максимум у меня тут в ФСБ было в последние дни, ну, 18 градусов. 16 сейчас, сейчас уже 17, 16-18 градусов. И вот такой чай, он 2 дня заварки выдерживает. Ну, в смысле, ночь заварки выдерживает. А в городе он уже, как бы, если больше 20 градусов, он начинает немного так вот, слегка с тисшим арбузом отдавать. Его уже, соответственно, не пить. Только выливать. Сейчас схожу заодно к чаю, вот отснесу к мойке и принесу пакетик, как выглядит этот чай. Сами, Тарик, по-моему. Ой, Тарик, пардон. Я его как-то... Церемония, я его все не тем обзываю. Церемония, кстати, неплохой чай. Каменный пауэр. Ча-ху-ать-ши. Это такое ощущение, будто он либо с хорисом, либо с лотосом. Вообще, у меня как бы еще и мед есть. Нет, все нормально тушится. Никуда не срывается. Ой, я, наверное, тут сделаю. Поддержи Лельку на весь экран. Ну, в смысле, на полэкрана, на все видео. Можешь по номеру телефона, который этот самый внизу в инфобоксе указан в системе быстрых платежей. Можешь на бывший Яндекс, на Юмоне закинуться. Можешь в Контактик. Так. Потому что Бусти перестала долго жить. Церемонии. Ча-ху-а-си. Ши, пардон. В Японии же нет ши. Есть си. А в Китае есть, наоборот, ши. Ши-ши-ши. Пуэрх. Двести грамм. Гурман-базар. Вот. Так, вот так. Я смотрю в планшетик. Правда, смутно вижу, но, в общем, вот он. Мне нравится вот это, то, что я все пытаюсь назвать цимметари, на мотив какой-то думу металл-группы. Не знаю, живали она еще. Короче, церемонии чая мне нравится. У них еще неплохой гуа этот. Как он там? Гуанинь, да. Лун этой самой. Железный какой-то там левый, я не знаю. Пуэрт тоже неплохой. Много чего у них неплохого. Ну, и цена не заоблачная. У меня тут пряники из Прилук. Откусанные, да, их было четыре. С мятой. Я там как-то купила пряники с начинкой вкусной, черничной. Я понимаю, что спустя месяц там уже другие были пряники. Надо было хоть спросить, с чем эти пряники. Они казались мятные. Я люблю мятные. Но это тот случай, когда внезапно не люблю. Ну, на без рыбе и рак рыба. Как говорит моя соседка по деревням, в деревням с чаем уйдет все. Потому что выбора особо нет. Да, Прилук сейчас КММ, наверите. Можно попасть в подучках, я в понедельник попала. А что там остановка была? Нужно было в остановке переждать немного. Да и то там местами капало все равно. Выложила на Олег Бартерный отзыв. Хвост за январь. Еще один остался. Залила один шорт. Потому что, как дождь пошел, так связь упала. А планировала штук 20 шорт залить, чтобы они каждый день выходили. Я тут словила себя на мысли. В общем, что я иногда начинаю понимать намеки людей. Ну, я же... Ну, я и намеки, это как бы, ну... Странно. Туго. Ну, мне надо прямым текстом все говорить практически. А тут внезапно догнала. Короче, как? Встретилась я с человеком, с которым давно не виделась. Ну, старый друг. Встретила старого друга. Меня пригласили посидеть вместе в кафе. Я дофига вежливый, тактичный. Вот меня на днях угостили мороженое. Я спрашиваю, а я вам что-то должна? А мне говорят, я шо похож на убородка. И я стала извиняться. Я говорю, ну, я просто нахренобежливая. Ну, мало ли. Меня че, часто мороженками угощают? Или чем-то еще меня угощают, а потом спрашивают с меня, что это и дорого. Я еще припоминаю. Ну, да, вот, везло у меня на таких людей. Не по ушам ездят, сколько они на это потратили. Так вот, пригласили меня посидеть вместе. Ну, обычно же считается, если пригласили... Ну, кого я... Я приглашаю, допустим, подругу в кафе посидеть. То, знаешь, это за мой счет, да? Если меня приглашают, то, знаешь, я считаю, что, ну, это за счет того, кто приглашает. А когда говорят, давай посидим там в кафехе вместе, да? Да, ну, зайдем, давай посидим вместе с Клачину. Ну, вот, мне предлагают вот это предлагать. То, без моего ведома, ну, без... Хочу или не хочу, доказали что-то такое. Мы. Ну, как бы я такое могу есть? Это компанию. Ну, пригласили, в общем. Я ничего-то поднялся. Сладенький. Действительно, в деревне сожжешься. С чем? Уйдет все, С чем. Я спрашиваю, когда пришел счет. Я говорю, сколько с меня? Ну, не сколько ты, что я тебя приглашаю? Потом, на всякий случай, еще раз уточнила. Я говорю, ну, я что-то должна? Не-не, ничего не должна. Ну, там скинула, подкинула только на чаевые. У меня была классическая тряпочка. Не могу я. Ну, не липкая, но все равно сейчас я все. Ну, все, я люблю пряники. Может быть, любой с пряником затмила этот странный мятный вкус. Ну, такой, будто туда эфирного масла мяты перечные хренакнули. Семенанты перечились. Нет. Чай накапал, во-первых, что-то такое. А потом мне два дня подряд по ушам периодически ездили. И сколько они оставили в этом кафе. Много значительно глядя на меня, я думаю, я тут при чем. Я пришла, вы уже сидели. Я спросила с меня, я должна что-то, ничего не должна. Может быть, знали, что я за всех заплачу, ну, а денег? Всех, кто там был, а сейчас. А потом пошло. Я еще что заметила. До меня в тот день открылось. Если человек не очень доволен жизнью. Его жизнь не совсем такая, как ему хотелось бы. Или как он показывал всем остальным. Или как он говорил всем остальным. Он может вести себя, как маленький ребенок, который хочет спать. Но не знает, как правильно об этом сказать. И плачет. Или капризничает, да? Вот тут примерно так же. Причем, к оконности мой адрес я воспринимала... Ну... Лерик, намеки же не понимают, да? Вы подходите к человеку, который не понимает намеки. И пытаетесь ему толсто-тонко, как угодно намекнуть. А он все за чистую монету. Сначала мне указали на то, что я, в принципе, в силу своего зрения, ну, могу не увидеть. Мне надо другие очки одевать посильнее, чтобы это увидеть. И я так радостно поблагодарила. Ну, как там человек рассчитывал, что я, наверное, это... Сгорю со стыда. Убегу в слезах. Обижусь, разобижусь, скандалюсь и тому подобное. А я так, ой, спасибо! Еще, говорю, да, вот, ну, я-то не вижу. У меня надо другие очки одевать посильнее, чтобы это увидеть. Что там, дождик? А, нет, просто солнышко вылазит и ветерок. Я надеюсь, это солнышко совсем вырежет. Чтоб я когда-то договорила с камерой. Пошла, выставила медогонку с запчастями на осушку. И рамки на осушку, которые я вчера выставляла, третий раз уже выставляю. Бать буду. И болел дождик, чтобы там пчелы уже, наконец, досушили то, что они когда-то жрать не могут. Потом было. Обсуждали мой вес. Ну, знаете, слышать обсуждение веса от человека, который за всю свою жизнь спортом занимался, наверное, раза два. В общей сумме минут 20. Это очень весело. Ну, и там, типа, она пошутила, что я занимаюсь горно-лыжным спортом, поэтому у меня, в общем, ноги мясистые. Ну, как бы, как же там было сказать, с мышцами. Еще мышцы, как бы, больше весят, поэтому я могу выглядеть стройной, но вешу чуть больше, чем кажется. Кстати, я про это читала еще в канон-то группах Арика, в подслужках ВКонтакте. Ну, и я говорю, да ты что, я говорю, я же на велосипеде катаюсь. Тут еще на Хлоу Тинг второй, он этот самый челлендж меня и сподвиг. Ох, надо еще, наверное, глотнуть. Хороший пурор. Я вам, может, бот или я не знаю, когда покупала-то-то вообще есть где-нибудь в датской жизни. Или она была там, где я ее отрезала. Я вообще. Ухом слушаю, как там ветер идет. Есть дождь или просто ветер. Срок годности 24 месяца. Дата изготовления на шве пакета. Да, вот я ее, наверное, уже это... Мы ее уже не узнаем. Ну, где-то год-то с лишним я его покупала назад. Он у меня в городе был, я решила его сюда привезти. Думала, пришел бы от Пуэр. Что в городе он что-то не шел. Из-за, наверное, я уже поняла, что загорается температура, что на просладнее заваривать, либо небольшое количество заваривать, сразу выпивать. Хоть тут написано, что... 95-98, вообще 100 градусов. Две чайные ложки на 500 миллилитров. Нашли одну-три минуты заваривать проливом 2-4 чайные ложки и 30-60 секунд. Ну, короче говоря, это надо заварить и сразу выпить. Каменный шу-пуэр-чу-хуаши. Рассыпной. Происхождение Китая еще, естественно. Откуда он еще мог быть? А изготовитель у нас Санкт-Петербург. Витебский проспект. Бла-бла-бла. И фактически адрес Санкт-Петербург. Набережная реки Смаринки. Вообще, я хотела бы видеть. Я вообще в этом году планировала Беларусь, но как-то у меня не складывается. Кому планировала, со встречи дважды сливается. Ничего, стесняться. Мне кажется, я там уже практически все видела. Ничего не видела, так оно мне не холодно, не жарко. Я имею в виду человек, который сливается. Хотя он сам не, и этот человек не из Витебска, но я думала, что, допустим, можно приехать в Минск, оттуда на поезде или на чем-нибудь. На чем там добираются до Витебска, съездить на экскурсию. Ну, так вот. По мне нам по внешности прошлись. Периодически завоеваю, сколько денег потрачено на кафе. Причем я сначала думала, что та сумма была, ну, просто вот занять там на что-то подрать, а потом и сняться на кафе. Я думаю, я что, набиваться деньгами буду тебе. Думала, да ну нафиг. Я сметнула, что хотят. Я могла бы быть вредной и припомнить все то, что было до. Думаю, я встретилась со старым другом, давно не виделись, пообщаться. Для меня я хорошо, чисто с моей точки зрения, с моей стороны, я отлично провела время с человеком за пару дней. Несколько часов в один день и пару часов в другой день. Ну, я пришла к выводу реально такому, что потом выясняется, что там как бы, ну, не так все гладко в жизни у человека. У тех людей, у которых не так все гладко в жизни, они начинают, возможно, если у вас как-то более гладко в жизни, или, допустим, вас устраивает то, что... Я не скажу, что у меня вау, жизнь, да, я вот хотела бы куда-то съездить, у меня нет денег. Либо нет возможности, либо еще что-то. Но я могу радоваться мелочам. А человек не может. Точнее, не все так люди могут. Ну, и еще в этом году, наконец-то, решила так, что если я, как бы, ну, человек говорит, давай встретимся, а потом еще 100-500 причин не встретиться, да, допустим, или не делать то, что вместе собирались делать, думаю, зачем навязываться? Почему бы не жить, как хочется мне, и как удобно мне, и делать, как удобно мне, и посмотреть, что будет? Потому что если человек, ну, как бы, действительно занят, мало ли, форс-мажоры случаются, всякое бывает, это он, и вот это он хочет встретиться, ну, реально не получается, тогда человек пойдет, вот, я пошла на встречу, говорю, вот, могу сделать вот так. Ну, не так, не так, не так, не так, не так, не устроило. Плюс еще, как бы, в силу моего плохого зрения, я гуляла с некоторыми людьми, которые, как бы, не знали других людей, которых знала я. Ну, в силу того, что я плохо вижу, и подумала, ну, если это они, они со мной, как бы, подойдут, скажут, что это они. А если это не они, то, ну, значит, я действительно опозналась. А потом внезапно где-то так узнаешь, что действительно это они. Ну, всегда удобно сделать вид, что ты не знаешь человека, если ты знаешь, что человек дальше метра, лицо другого человека не увидит. Если у человека фиговое зрение, близорукость. Я так, как-то, пофигевала, думаю, да и ладно. Неужто из-за этого расстраиваться? Можно еще чай дырять. Лёля, хлеб. Чай хлеб, Лёля. Точно, водолей же. Чай, Лей. Ну, так вот, сколько можно лет подряд делать что-то в ущерб себе, в угоду другим, и периодически выслушивать, мы что, тебя должны развлекать? Знаете, я вот восемь с половиной лет общаюсь с одним товарищем, я приняла все его тараканы, что он общается намеками, что у него черное-то белое, что он цундерой, что, ну, вообще из всех моих странных знакомых, он король странных знакомых, император практически. Властелин странных знакомых, странных людей. Не то, что знакомых, а вообще странных людей. Прикольно слышать от такого человека, что «Ну, что я сделаю, если у тебя хобби общаться со странными людьми?» Я думаю, блин, говорит, странный человек. И вот он мне как-то выдал под Новый год, что ли, или перед моим день рождения, или где-то вот перед Новым годом. Ну, где-то, в общем, восемь лет назад. Точнее, год, восемь лет мы с ним уже общались, а сейчас уже восемь с половиной, получается. Такую ахинею обо мне, что я обалдела. И тут тоже люди, которые знают меня чуть ли не с рождения, может, и с рождения, начинают мне что-то такое говорить, даже вплоть до такого, что мы что должны тебе... Да мы... Ну, вот мы тебя пригласим все в гости, и нам придется тебя развлекать, кормить и поить. И я так обалдела. Я говорю, когда ты об этом просила? Учитывая, что обычно, если меня зовут, то вот здесь надо помочь. Да без проблем. Я не против помочь человеку, если я могу помочь ему. И от меня не требуется там суперусилий, каких-то миллионных вложений и так далее. Тем более не против помочь человеку, если я считаю, что мы как бы лучшие друзья, там просто друзья, да блин, хорошие знакомые. И если я знаю, что меня не эксплуатируют, что вот со мной общаются только потому, что ты можешь вот это сделать, да? И вот это именно тот вариант, когда заедешь там мне, когда тебе удобно, когда удобно человеку помочь на счастье. Ну, обычно, как бы тот случай, когда мы согласуем, когда мне и им удобно. Задеешь нам, когда тебе удобно, вот с этим надо помочь, да без проблем. А потом выясняется, что, кажется, я приезжала не помочь, а чтоб меня развлекали, кормили и поили. И вот здесь и все вот эти моменты. Придирки к тому, что если мне кто-то что-то дарит, то это обязательно говно, потому что только мне дарят говно. Если я что-то покупаю из техники, без разницы, что ли, еды или вообще, то я покупаю именно говно. Это все плохое. С одной стороны, для кого-то это говно, а для кого-то это нормально. Плюс я покупаю тот же срачик про тот холодильник, который у меня в квартире. Что я не купила за эти деньги то, на что у меня были на тот момент деньги, все деньги, что у меня были, я потратила тогда на холодильник. Я помню, тогда еще в долг у тети брала на еду до ближайшей пенсии. Так вот, что я за эту сумму купила то, что мне хотелось, а не то, что хотелось бы людям, чтобы я купила. Как бы я живу посредством, и покупаю то, на что у меня есть деньги. Без кредит при этом. Это странно, как бы, осуждать выбор человека, потому что я же покупаю себе, а не вот, ну, говорю, что вот я купила, вот вы этим должны пользоваться, да. И вот все вот эти маленькие моментики, они как-то накладываются, накладываются, и, видимо, это год такой високосный. Мне очень нравятся високосные года. Конечно, каждый год случается какая-то задница, небольшая, плюс-минус. Я не считаю, что именно только високосные, но вот мои високосные года всегда были более-менее удачными. Ну, в смысле, более удачными, чем вот обычные года. Год високосный, может быть, какие-то там открытия за меня, когда утки находят на 25-е сутки. Пока дойдет, весь мир обойдет. Ну, и я как бы по собственному желанию... Не, я, конечно, иногда специально возвращалась на деревне чуть раньше, чем хотела. Освобождала время, когда вот, ну, именно для каких-то людей, впустую. Я решила сделать, как я хочу. Не подстраиваться ни под кого, и подумала, что если люди действительно хотят со мной пересечься в реале, то они тоже пойдут навстречу, найдут время. Полчаса, блин, все равно можно найти. Было бы желание. Ну, если желание не возникло, ну, что поделать? И еще такой момент, что у нас дела, а у тебя дел нет. Вот я на днях общалась с подругой моей сестры, одной из... Мне было очень приятно, что человек считает мою деятельность... Вот то, что я говорю с камерой сейчас на данный момент, да? Деятельность. Что-то реально дело. Мне было приятно, когда мой друг, вот эти восемь с половиной лет, тот самый друг, с порога считал, что моя блогерская деятельность это деятельность. Что-то, ну, как бы я... Не... Сижу, плюю в потолок. У меня другая фраза была, но я, как бы, женского пола не могу эту фразу применить на себя, потому что я женского пола, я не трансгендер, не транссексуал, или еще что-то, а просто женского пола. Я принимаю себя как женщину. Девушку улетит. Пожалуйста, как... Принимаю себя как женский пол. Биологический. Так вот, он тоже считал, что вот я действительно... Что-то делаю, что я что-то делаю. Правда, был потом момент пару раз, что ну, типа, ты же нихрена не делаешь. Или был такой момент, он мне финансово помог с этой камерой, а потом потребовал обратно. Ну, сначала, как бы, вот тебе денег дарю, а потом отдай обратно. И еще выдала-то, тебе же столько все донатят. Я так обалдела. Я очень благодарна тем, кто донатит, но у вас 7 с лишним тысяч всего на меня подписано, судя по сумме, по цифре в приложении YouTube, это где-то одна... Одна тысячная, не знаю. Одна сотая, фигня. Ну, очень маленький такой процент, кто поддерживает реально канал. Подарками там какими-то, спасибо вам всем, финансово, но вот говорить мне, что тебе же столько донатят, ты там прям в деньгах купаешься. Я так думаю, блин, ты что вообще ел на обед? Мухоморы. Поганки, не знаю. Мухоморы в принципе не ключи, потому что однажды мы с подругой поперлись лес, а у меня есть друг и в реалии в сети, ну, в реалии мы перескали, наш реальный, да, йог шивоид, и она типа, давай, пойдем мухоморов. На их посолила, взяла с собой курочку вареную, лимонный сок, если знать, какие есть, то они не ядовитые, а потом собрала этих мухоморов, собрала белых грибов, или еще каких-то грибов, пожарила на сковородочке, и скормила своему близкому родственнику. Близкий родственник жив, она тоже. Так вот, че он такое ел, что его так сглючило? Я всегда в афиг подаю с людей, которыми близко общаюсь, и они мне какую-то фигню дают. И мне очень приятно, когда люди, в принципе, мне ни к этим местам, ну, там, друзья моих родственников, да, мы там плюс-минус как-то общаемся, иногда вот на уровне знакомых, хороших, понимают, говорят мне, что вот моя деятельность, это деятельность. И что им это, они, им нравится, что я этим занимаюсь, им нормально, что я занимаюсь этим, и они считают, что это дело какое-то. И не говорят, что все, что тебе присылают, это как вновь. Ну, короче, мне приятно, что люди понимают, что то, чем я занимаюсь, как бы принимают это как нормально. Та же самая деятельность, как, допустим, продавец в магазине. Работала продавцом в магазине 300 рублей в день. За 400 рублей в день. То есть, в принципе, работа уборщицы это уборщица, это работа. И вот это тоже, в принципе, тоже дело. Наверное, надо. Вот вот. Чтоб ей было не обидно, а то я, наверное, минут 10 от силы поела пюреху, а дальше чай ей гоняю. Ох. Я говорила, что гантели по килограмму на одну руку очень легко. Вот, когда на две руки, в каждой руке по килограмму, это ощутимо, кстати. Я немножко в городе с ними позанималась. Это та же тема, как вот люди, которые начинают, вдруг, считать свои шаги и говорят, вот я столько-то шагов прошел, я столько-то шагов прошел. Моя теория была такая, что люди, которые этим хвалятся, бахвалятся, хвастаются, говорят, смотрите, я прошел там 10 тысяч шагов. А они раньше особо спортом не занимались. И вот мой новый друг, с которым я хотела встретиться, но, видимо, что-то не срастается. Ну, когда меня тоненько так вежливо сливают, я хотела молоком разбавлять, в итоге не разбавляю, да? Тоненько так вежливо сливают несколько раз, я уже сама хотела туда ехать. Так вот, мой новый друг подтвердил мою теорию на эту систему, что, ну, люди, которые делают акцент на своих шагах в приложении телефона, смартфона, часов там еще где-то, они действительно до недавнего времени сидели на жопе ровной и особо не шевелились. То есть, не обижайтесь, ну, или обижайтесь, не знаю, если это вас как-то касается. Потому что я, в принципе, раньше ходила пешком, 90% того, ну, допустим, за год 90% из моих передвижений было пешком. Потом, как бы, велик, в детстве велик, был период, что только в деревне велик, потом в велик городе и тут. Минимальная зарядка, пусть не каждый день, но, как бы, была какие-то физические упражнения, но все это было. И я, как бы, не загоняюсь этой темой, прошла я сегодня 10 тысяч шагов или прошла только 200? Или сколько там это, вот сколько надо пройти, чтобы вот там минимальное количество шагов? Год открытия истин. Так вот, если ваш друг внезапно начинает нападки на вашу внешность, вашу жизнь и т.д., то значит, он, может быть, ничего плохого не хочет. Он просто, как бы, так говорит, что вот, моя жизнь на самом деле не такая крутая, как мне казалось. Не такая, как мне хотелось бы. Или другой человек, который вроде как собирается с вами встретиться и каждый раз откладывает это за три дня до отъезда. Допустим, тусит он в том же месте, где вы живете полгода, но время полчаса находит только за три дня до отъезда. Заявляет, что вот только у нас дела. Скорее всего, там, ну, конечно, можешь сказать, что это вы, ну, как бы, это ты и не хочешь с тобой общаться, да? А если общаетесь с семьей, то, как бы, там, одному сказал, другой уже тоже знает. Хочет казаться более занятым, чем есть на самом деле. Будем так выражаться. А я просто решила посмотреть, что будет, если я сделаю, как я хочу. А не как от меня ждут. Учитывая, что несколько лет подряд, летом я приезжаю из деревни, торчу в саду. Из сада приезжаю в силу хренового здоровья, я уже не очень в состоянии что-то делать. Приезжаю в деревню. Спасибо, в этом году признали мое действие. Что-то не просто сидеть, плевать потолок. Выставляю рамки на сушку в конце лета. В этот раз, вот еще не в конце лета, вот сейчас получается так. Выставляю медогонку на просушку. Что-то еще делаю. А если при этом жара, то, соответственно, я что-то сделаю, и мне уже на другое сил не хватает. Что я тоже, в принципе, занята. И обесценивать чужой труд, даже если этот труд во благо другому человеку к тебе никак не относится, это как-то глупо и странно. Мой сумбурный мундбанк без темы подошел к концу. Если у вас какие-то темы из тех, что я говорила, касались, поделитесь со мной в комментариях, если кого-то задели какие-то темы из тех, что я сегодня поднимала. Тоже не стесняйтесь, плюйтесь ядом. Будет какой-то движ на канале. Спасибо, что подписываетесь, ставите лайки, либо дизлайки, пишите комментарии. Подписывайтесь иногда на Телегу, и буду рада, если вы осилите Инстаграм. Потому что его я периодически все-таки веду снова, опять. Иногда даже туда кидаю то, что мне неохота в Телегу писать или на данный момент никак выложить на Ютуб. Иногда я что-то даже пишу в ВКонтактике. Там, если особое желание, можете даже постучаться в друзья и написать личные сообщения, кто вы такой, я вас добавлю. У меня там есть какие-то альбомы OnlyFriend. Оттуда в свое время насики добавляют друзья под видом подписчиков. Что-то потырили, так же как из Одноклассников. Но в Одноклассники я захожу раз в полгода, там вообще безрезультатно. Еще реже я захожу, наверное, в Facebook или одинаково. Короче, если будет желание, то можете добавиться в ВКонтактике, я вас добавлю в друзья. Если для вас это важно. Ну и что? Да, хотите поддержать канал? Вот тут так и будет, наверное, это облако, чтобы, ну, что у вас тут большая такая куска экрана, чтобы оно как-то закрывало это все. Может, я на монтаже что-нибудь еще придумаю? Можете поддержать канал, я вам скажу спасибо. Ну и что? Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok